Декларация о государственном суверенитете Уже прошло 25 лет. Мы живем и творим в Новой Якутии. Были взлеты, были падения, но общее развитие, вектор развития избран правильным. В 1989 году, в декабре, когда меня избирали председателем президента Верховного Совета нашей Республики, а в последующем, в 1990 году, председателем Верховного Совета, перед собой я поставил три взаимосвязанных задач. Первое – это повышение политического статуса Республики. Второе – Республика должна иметь свою собственность, на основе которой должно идти развитие экономической политики. И третье – на основе принятых мер должна повышаться уровень жизни наших людей в Крайнем Севере. Выступая в первом съезде в 1990 году депутатов Российской Федерации, я эту идею, аргументируя многочисленными статданами, поставил и говорил, что мы добровольно от статуса автономии отказываемся и принимаем на себя всю полноту ответственности в экономическом развитии. Для этого были все предпосылки. Республика накопила большой экономический интеллектуальный потенциал, на основе которого мы могли бы развивать нашу экономику, переходя от сырового придатка союзных и российских министерств и ведомств. Но это была декларация, действительно. Надо было пробить, ставить, убеждать. В течение 1990 года мы с своими коллегами, единомышленниками, ставили и разрабатывали декларацию о Государственном Союзе, где вложили наши задумки, наше видение в вектор своего развития на 21 век. Я думаю, во многих аспектах мы выбрали правильный вектор развития. И сегодня, спустя 25 лет, мы убеждаемся, что многие наши намерения, планы реализованы. Республика стала полноправным, на территории владеет, распоряжается всеми возможностями, экономическим потенциалом. Это в то время. Потому что, согласно разграничению собственности, подписанным руководством Российской Федерации и нами, руководством Республики, все основные промышленные предприятия, добывающие горно-обогатительные комбинаты, транспорт, связь и так далее, они перешли в собственность Республики. Это действительно был большой прорыв, ранее невиданный прорыв, и на основе которого действительно мы, пожилые люди, якутяне, которые были свидетелями этого времени, подтвердят, мы более-менее шоковую терапию, объявленную Россией, перешли, более-менее, сохраняя тот экономический потенциал, который у нас был создан в годы советской власти. Конечно, по-разному можно подойти к этому шагу. Но смысл был такой, что именно на основе этого мы должны создавать благополучие и качество жизни и обеспечить движение вперед. На мой взгляд, это не какие-то эгоизм, а продиктованное жизнью, поскольку страна меняла свой общественный строй, плановая экономика уходила в прошлое, и мы практически были предоставлены сами себе. Наши возможности оправданы были именно трудом жителей нашей Республики. Именно это время люди творчески подходили. Несмотря на то, что люди месяцами, некоторыми местами, годами, некоторых отраслях не получают заработную плату, и при том мизерную заработную плату, очень преданно работали, потому что они знали, что работают для себя, для развития своей Республики. Я должен сказать, именно в этом году в центре внимания Республики было вопрос здравоохранения, вопрос образования. Республика выстрадала и приняла доктрину здорового образа жизни. Республика возрождалась духовность, духовная культура, традиция народа. Все эти направления работы сегодня в российском масштабе, Великолепная игра, спортивная игра «Дети Азии». Я горжусь, что моя Республика и ее первый президент стали основателями этого международного спортивных игр «Дети Азии». Сегодня принято в ряду с Олимпийскими играми. Это большое достижение. Именно в эти тяжелые годы народ понимал, надо трудиться. Именно трудом, именно своим умом создавать свое благополучие. Сегодня канун празднования я пожелал бы, особенно обращаясь к молодым ребятам, родившиеся 25 лет тому назад, жившие годы именно экономических реформ, обучавшиеся в школах, трудные годы реформ. И сегодня уже студенты, окончившиеся в ВУЗе, в ваших руках судьба республики. Трудитесь, не покладая рук. Наша Республика – культ труда, культ матери, культ природы. Они должны стать именно символами. Именно они должны показать, что из себя представляет Республика. Не случайно, когда в 90-х годах спрашивали в Центре, чем мы далекой Якутией занимаемся, я однозначно говорил, мы заучимся. В то время, действительно, образование было поднят на новую ступень. Открывались высшие учебные заведения. Это в республике. В сельской местности пришло высшее образование. И сегодня, не случайно, мы занимаем довольно высокий уровень по образованию, образовательный индексу, довольно высокое место в Российской Федерации. Наше движение здорового образа жизни, как я сказал, наряду активное, спортивное долголетие, все больше и больше привлекает внимание наших коллег, других субъектов. И вся Россия сегодня становится спортивной. Не случайно проводится специальная форума, один из которых был проведен в городе Якутске, Россия спортивная. Это тот маленькое движение, тот маленький ручек, который было заложено, рождено в нашей республике, дают такие плоды. Поэтому, обращаясь к молодежи, я сегодня должен сказать, как старший товарищ, в ваших руках республика, какими вы стали, как вы будете трудиться, такими будет наша республика первой четверти 21 века. Желаю всем здоровья, долгих лет жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...